МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, как у нас готовность, ребят? Мы находимся на съемочной площадке фильма-эксперимент. Николай, вот скажите, ваш фильм уже нашумел. Хотя до выхода в прокат как минимум месяц-четыре. Как вы думаете, оправдается ажиотаж? Я думаю, да. Фильм будет беспрецедентным, это понятно уже сегодня. Единственное, что в связи со структурой картины, это кино в кино в кино и так далее, мне придется перед каждым просмотром давать вступительное слово, потому что, я боюсь, зритель сойдет с ума, видя меня в главной роли каждой, уходящих одна в другую историю. Хотя лучше я попрошу у вас разрешения и подклею к своему фильму это интервью в конце кино. КОНЕЦ 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 ЛИРИЯ Читал-читал-читал. Я читал, очень милая штука. Мило?! Вот бы не сказал. А вы думали, всех ужастут, что ли? Почему? Мой герой хочет понять, где иллюзия, а где реальность? Хотелось расширить границы. У всех же бывают странные мысли? Да, бывают, бывают. И для этого исследования сто тысяч вам хватит, а? Да. Вот. У меня тут смета, резюме. Пожалуйста. О, вы рекламой занимались? Прошу вас. Простите, что это? Сюли. Интересный вкус. Знаете, ничего я в этом не понимаю. Скажите, Коля. Скажите, значит, вы для достижения своей цели готовы пожертвовать своим благополучием? В смысле? Спокойствие. Нервная эта работа – кино снимать. Бывает, ведь и по ночам приходится не спать. Бывает, бывает, бывает. Да, бывает. Бывает. Благодарю. Благодарю. Благодарим. Вот, откройте. Сейчас заполним договорчик Скажите, а этот ваш чай? Сюли Вам нравится? Очень антонизирующий А чемоданчик тоже вам вставите в фильм Я в основном занимаюсь чемоданами Чемодан Великое запретение Напоминает человека Снаружи кожа, но предустоит Нигдами с вещами Ну смотри, о чем набить Я могу вам показать чемоданчик, которому умещается 4,5 человека Глаша, модель номер 204 Между прочим, эта модель пользуется большим спросом Тоже с деньгами Шутка Нет, это для вас Очнулся? Очнулся? Что я там делал? Тапочки искал Какие тапочки? Ты вчера валился и залез прямо туда Ты где был? Не помню Ты что будешь? Чай или кофе? 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 И сюли Что случилось? Сейчас Ты что, опять? Я тебе это показывал вчера Ты с ним в обнимку он туда залез Это что, Коль? Это? Это мой фильм Это чудо Фильм? А кредиты? Их что, я должна оплачивать? Когда я был маленький, мне казалось, что все окружающее не настоящее Нет никакой точки опоры, сплошной затянувшийся мираж Словно происходит какой-то эксперимент, а я как узор в калейдоскопе Главное это не то, что снаружи, а то, что внутри, понимаешь? И этот эксперимент, это то, что было очень важно Вот И вот все детство его мучают такие фантазии А вдруг все не по-настоящему Все на самом деле притворяются кем-то другим У него появляется новая тема Он задумывается А вдруг все придумано Рекламщиками, пиарщиками, сплошные политтехнологии Понятно, понятно Понимаешь? Сейчас столько поводов для паранойи Это плохо Демократический мир рухнул после 11 сентября Блин, а вот это их проблема Пусть они этим сами занимаются У нас не студенческий фильм Это их функция Пусть они это выполняют Если у них по контракту это и есть Значит, они должны это выполнить Да, все Пусть они засунут тебе это в задницу Все Когда ты определишь, что занесли в полицию Он больной, что ли? Герой твоих фильмов, он что, того? Почему? Почему больной? У человека демиургический комплекс Неприятно, когда за тобой наблюдают Поэтому он не хочет быть просто созданием Он хочет стать создателем Понимаешь? Ему нужна свобода, чтобы создавать свой мир Это и будет что-то подлинное Создание круто Ты хочешь быть богом? Да я не в этом смысле Ты что, не понимаешь? Нужно стать свободным Нужно разобраться в том, что происходит вокруг Ты что считаешь, что голодным? Ты лучше разберешься У меня нет времени хуйную снимать Я фильмом сейчас занимаюсь А ты уверен, что ты на нем заработаешь? Это способ познания самого себя Мира Свобода Это не зарабатывание денег Будущее за мной За экспериментов, понимаешь? Ну что мы в тем Скутер его здесь стоит, значит он где-то недалеко Это реклама, блядь, рай Да, я хочу, чтобы задник был ярко-голубой Чтобы лазурью отдавала Да Все, хорошо Ира, Ира, счет принесите, пожалуйста А ты что хотел? Можешь мне дать ключ от своей машины? Короче, сделайте мне рай Я вас очень прошу, будьте любезны Честное слово, я уже устал с вами общаться Желтый, конечно Понимаешь, на моей машине ездит другой герой Мне не надо, рыжий Неужели вы не понимаете? Вы профессионал, вы должны это ощущать Это же отстой, рыжий Ладно, короче, я сам сейчас приеду и разберусь Все, хорошо Наташа-то как? Нормально, работать пошла Бедная, как же за тебя Так ты мне одолжишь сегодня свою машину? Мне на вокзал мужик обалдел, а я на чем поеду? Ну ты что не понимаешь? Я же тебя прошу, это очень важно для моего кино Не, ну нормально, возьми себе такси Мне в трех местах побывать нужно Ладно, короче, я тебя сейчас довезу Я сгоняю на пять минут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Явился наконец-то Целый час ждем Дизвиниру снимаем Помните, наш герой сомневается в реальности Все по местам Хлопушка Цена восемь, дубль один Любая граница – это репрессия Поскольку подлинная свобода безгранична Дважды два уже давно не четыре Мир беспределен Стоп Так вот Наш герой хочет избавиться от границ Хочет заглянуть за декорацию, которую построили специально для него Заговор надо разрушить И главный его фозырь – это внезапность Он должен застать всех врасплох Слушайте, это что, обязательно было вот так вот снимать? В отдельности нельзя было? Слушай, не могла бы ты свои комментарии при себе оставить Ты уверена, что Коля все это переозвучивать будет? Ничего, не понял? Это же как в опе Все, что не скажешь, все в кассу Даже вот то, что я сейчас говорю Правда, дорогой зритель? Ну зачем так знать? А если бы мы не успели? Блин, ну где зеленый? А если он не застанет всех врасплох? А если бы мы не застанет всех врасплох? А если бы мы не застанет всех врасплох? Ну что, я думаю, что он не застанет всех врасплох? Погнали! Успел. Мужик, ты что, охренел? Не слышишь тебя русским языком, ород, гонщик? Пошел на выход, ну? Мужики, ну и что? Пошел, пошел, пошел. А может я на поезд опаздываю или на самолет? Пустите руки, мне лететь надо. Сейчас залетишь, урод. Слышите, сказали, стой. Значит, стой. Ты что, самый умный или самый глухой? Или ты можешь сдохнуть хочешь? Я вот, например, не хочу. Что, с работы выгонят? Не успели. Пасовку запустить. Пошли, кому сказал, урод. Слушай, а может он это? Проверка? Что, да ну нет, вряд ли. А вон мужики идут. Отбой. Что такое? Опять херню развели. Блин, что за жизнь? Ну что там? Ну что, что, ложный вызов. Что, пустышка или муляш? Живу, пустышка. Вот. Вот. Оставили тут нам подарочек. Блин. Тортик. И что мы докладывать будем? Да мы уже доложили. А я вообще не понимаю, зачем это вся байда? Нельзя было отличить торт от бомбы? Ну, собака среагировала. Кормить собаку надо, чтобы не реагировала. Ладно, пошли. Ладно, пошли. Коль, прости. Может, это не в моей, но вот ты, который сейчас, и ты, который ездил на вокзал, это как? Просто интересно. Сейчас. Наш герой думал, что вместо реальности декорации. На вокзале стало очевидно, что он ошибся. И тут он понимает, что декорации моделируют не снаружи, а в голове. И это делают врачи в больнице. Такой эксперимент. Он думает, что больница — это реальность, а все остальное — гипноз и бред, внушаемый ему врачами. Рус. Тебе понятно? Да ладно. Да я-то че? А ничего, если зритель не поймет ничего? Блин, зачем их зрители идиотов делать? Точно. Пусть делают, что хотят. Кто хочет, пусть разбирается в нашей матрешке. Кто не хочет, у нас по внешнему ряду там много интересного. Триллер там, эротика. Фишки чисто киношные. Да не нравится вообще, пусть валят из зала. Да-да-да. Воображение к власти. Ладно, я выхожу из этой двери. Ладно, я выхожу. Ты чего? Я чего? Что произошло, Коля? В кафе что случилось? Съемки. А что еще могло быть? Съемки. А Вадим? С ним что-то сделал? С Вадиком? Ничего. Он меня, наверное, неправильно понял. Сейчас скорая приезжала. Психушка. Я их еле выпроводила. Тысячу рублей дала. Ты их Вадик вызвал? Псих, а? Может, объяснишь? Да что объяснять-то? Вадик твой сам псих, если не понимает ничего. Он звонил и рассказывал какие-то страшные вещи. Что ты его раздел, угнал у него машину, забрал ключи. Вообще, он на тебя работа опоздал. У него большие проблемы. Раздел? Куртку взял. На время. Ну и машину тоже. Вот она под окном стоит. Целости и сохранности. Ну, поцарапал чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А кто сказал, что будет легко? Я, между прочим, не какой-нибудь сериал снимаю. Мне много чего проверить надо. Наташа, ну ты чего? Или тебе Вадика жалко? Скажи, Вадика? А что тебе вдруг стало жалко? А при чем здесь Вадик? А что? Что тебе жалко? Денег или того, чтобы меня в дурку не забрали? Прекращай истерику. Все. Дай. Извини. Ну. Ну, все. Ну, извини. Ну? Ну, это же не я все устроил. Правильно? Я дурку не вызывал. И ты не вызывал. Ну, что ты? У тебя же не было задачи сдать меня в больничку. Ну, скажи, пожалуйста. Не было ведь? Нет. Ну, вот, видишь, это Вадик все устроил. Вадик вызвал врача. Вот пусть он отдает нам теперь тысячу рублей. Оль, пожалуйста. Да. Давай сходим к врачу. Куда идем? К доктору лечиться. Меня зовут Коля. Я знаю, это в карте написано. Да? А у вас в карте что написано? А те, какая разница? Ну, сразу какая разница. Нет, что по-простому сказать. Меня зовут так-то и так-то. Окей, меня зовут так-то и так-то. Хорошее имя. Японское, что ли? Чукотское. А что сразу грубить? Я, между прочим, режиссер. Известный? Ну, так не очень. Ну, так не очень. А что ж тогда? У нас это один известный лежит, а ведет себя поскромнее. Серьезно? У него даже Оскар есть. Ну, че, похож. А вы не боитесь, что он кого-нибудь от этой статуи... Привинчена. Послушайте, сестра, у вас такая интересная фактура. Вам надо в порнографических фильмах сниматься. Точно. Ага, сейчас. Это я вам как режиссер говорю. Опять бардак. Предлагаю успокоиться. Давай. С Вадиком я все решу, окей? Еще претензии есть? Есть. Ну? Мне не нравится, что ты целуешься с этой девкой. Я так и знал. Че, объяснять надо, да? Наташа, это не по-настоящему. Это кино. На самом деле, она не в моем вкусе. Не нравится мне. Достаточно? Нет. А что ты еще хочешь? Чтобы ты с ней не целовался. Да пойми ты, это же... Да не то, что я ее не хочу. Герой моего кино. Он просто понял, что все гипноз, бред. И он хочет вырваться во внешний мир не тогда, когда его выпускают из больницы, а сам. И он чувствует, что нужно как-то спровоцировать модель, которую ему внушают. Блин, взять и убить кого-нибудь из этих фантомов, чтобы почувствовать, что все не настоящее. И он начинает делать тогда скачки. Он... Чтобы заставить прервать их эксперимент. Понимаешь? Чтобы получилась трещина. Прямо просвета хочется. Но он не может сразу взять и убить. Понимаешь? Поэтому он решает нарушить норму не такую серьезную. И поэтому у него получается тогда с этой... С бабой. Ну, если с ним ставят эксперименты, он решает действовать тем же самым оружием. Ты что, дурак? Я просто не хочу, чтобы ты с кем-то целовался. Ни в кино, ни в театре, ни с актрисами, ни с фаварихами. Да все, приехали. Да не целуюсь, я с ней. Когда наши лица сближаются, я поворачиваюсь к камере с затылком, и мы имитируем поцелуй. Да, очень интересно. Именно поэтому у него губы все время покусаны. Ты что, издеваешься, да? Говори, издеваешься? Это что, тоже часть ваших опытов, уродских? Ты тоже с ней свелась? С кем ты чего? С дружочком моим, с золотым. Прекрати, дурак. Да прекрати. Может, это вам хватит? Может, пора оставить меня в покое? Почему вы ко мне привязались, а? Почему над тобой не издеваются, над Вадиком? Как вы так удачно отмазались? Расскажи мне. А мне к вам нельзя? Хотя бы младшим лаборантам, а? Мне много не нужно, только чтобы в покое оставили. И перестали пичкать вашими пилюлями. Что ты молчишь? Ну, скажи мне, Коля, успокойся, милый. Прими таблеточку, дорогой. А? Где твои таблетки? Где? А, вот они. А давай успокоимся вместе, а? Давай. Или тебе нельзя? Может, хватит? Специально для Коли таблеточки, да? А что? Давай, давай. Прими, прими. А что ты? Я же ем, блядь, эти ваши таблеточки. Давай, давай, ем. Ем. Прими, примите, не конкурс. Прими, тебе не конкурс. Прими. Прими. КОНЕЦ Больной, примите лекарство. Больной, примите лекарство. Больной, примите лекарство. Доброе утро, а что у вас в уколчике медсестра? Успокоитесь меня, больной. Как мило, то есть вы меня разбудили, чтобы влепить снотворное? Научно. Спокойно, больной. У меня написано ВВ три раза в день. Значит, будет ВВ три раза в день. Если вы чем-то недовольны, ваши родственники могут написать заявление. И к тому же, это ведь не успокоительный, а релаксант. Ну что, отказываетесь принимать лекарство? Ладно уж, ставьте вашу кольчик, раз разбудили. Что-то я действительно перевозбуждил сегодня. Ой, незаметно. Я имею в виду нервы, сестра, нервы. Вы знаете, больной, нервы у нас находятся по всему организму. Круто. Диссертацию не думаете писать? Ну что? Потрясающе. Буду выписываться в продаж пару ампул. А ты будешь выписываться. Есть эффект? Да не то слово. Ой, махну и славненько. Теперь будешь вести себя. Хорошо, хорошо. И никакое нервное перевозбуждение тебе не грозит. По крайней мере, месяц я гарантирую. А то, такой буйный были. Разве можно так жену пугать, бедная женщина? Кстати, она же приезжала, плакала, спрашивала, как он? А вы что? Плохо, говорим, женщина, плохо. Ну что же вы так? Не надо было ее пугать. Наоборот, надо было сказать, дескать, есть еще надежда. Не совсем еще овощ. Можно еще научить в кошачий туалет ходить. Кушать сможет самостоятельно. Овсянка по обоям не станет размазывать. Только, только следить надо, конечно. И электрошок в дырку не убирать. Пошли, Остряк. А что? Мы психи такие. Слушай, а у меня к тебе предложение. Да? Ну, скорее даже просьба. Поцелуй меня. Пожалуйста. И еще чего? Еще ничего. Лифт все-таки. Слушай, а вот если бы мы были не здесь, а где-нибудь там, на танцах, а? Давай, щевели булками, танцор. Ну, смотри. Ведь никто никогда не узнает. А мне приятное сделаешь. Да может и тебе нормально будет. Ты болен. Да. Причем серьезно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А уколчики-то придется отменить. Все равно ведь не действуют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сиди здесь тихо, больной. Услышу шорох, вернусь. А где сидеть-то? Ну, значит, стой, больной. Главное, тишина. Понял. Понял. Молчание и золото. Правильно? Угу. Иногда себя чувствуешь просто сволочью. А я же живой человек. Ну, представь, например, говори мне. Помнишь, как мы первый раз встретились с улыбкой? Я должна так умельно улыбаться и говорить ему. Конечно, помню, дорогой. И еще бы мне не помнить, когда процесс моделирования начался, лежал весь в дерьме. И пеной, как из огнетушителя. Это ты мне говоришь? Ты думаешь, лучшим другом быть легче? Я понимаю, конечно, у тебя часов больше, но ты знаешь, в последнее время я глубину погружения контролировать не могу. Устал, наверное. Вот в последний раз, когда ему показалось, что мы подрались, у меня действительно все тело было в синяках. Это же стигматизм, понимаешь, натуральный стигматизм. А если ему приду пригрезься, что он меня ножом пыряет, у меня что, теперь дырки должны появляться? Стоп. Снято. Получилось? Молодец, Вадик. Наташ, молодец. Мне понравилось. Молодец. Просто лучше. А ты говорила. Просто, естественно, профессионалы. Супер. Ты, я тоже, смотрю, добился, правда, жизни. Верю. Наташ! Слушай, Коль, так ты серьезно теперь здесь ночеваешь? Ну да, а что? Не, ничего, молодец, в образ ходишь. Ну ладно, я побегу, да. Ты смотри, не увлекайся, больничка она затягивает. Ну все, давай, пока. Погоди. Да. Успокой там ее, а? Да, хорошо. Ну все, давай, давай. Ты сегодня здесь останешься ночевать? Да. Ну все, давай. Коль, Коль, смотри, вот в этой сцене, знаешь, я подумала, вот если вот такую фишку сделать, классно должно получиться. Вот смотри, давай. Блин, что за жизнь, а? Ты уже выяснил, сколько ремонт будет стоить? Ну, долларов семьсот, не знаю еще точно. Ну отдадим. Мы заплатим. Наташа, я тебя умоляю. Коля виноват, Коля заплатит. Наташа, все, давай закроем это дело. Перестань, перестань. Перестань. Ну сейчас нет этого главное. Мы это решим сами, не волнуйся, все в порядке. Сейчас гораздо главнее, другая проблема. Ты серьезно думаешь, у него правда с головой что-то там? Понимаешь, у него, конечно, бывали. Ну, такие моменты странного поведения. Угу. Ну, тогда мне прямо страстно стало. Я подумала, что он что-то сделает. Угу. Вот знаешь, глаза такие, незнакомые. Совсем другой человек. Ну, ну, все, 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 давай, успокойся. У тебя один человек должен быть в семье нормальной, правда? Все, давай. А потом, не знаешь, кажется... Угу, что? Что у него там что-то с этой медсестрой. В смысле, с актрисой этой? Да какая она актриса? Она реальная медсестра из этой больницы. То есть ты думаешь, что он специально там остается ночевать каждый раз? Не знаю. Я проверяла, вроде дежурства не совпадают. Хотя я не знаю, там он или нет. Все хорошо, все хорошо. Может, там серьезно, серьезно медицину подключить. Я не знаю, но если он там совсем уже крыша поехал. Скажи, Наташа. Да? А у вас серьезно, вот любовь, да? Что за вопросики? А что, смущает, да? Да нет. Ну, тогда ответь. Хорошо. Ну, до последнего времени, я думала, я была уверена. Угу. А сейчас, когда он смотрит на меня так, или орет, как идиот, я почувствовала, что в эти моменты его боюсь. А когда от него вонялась сегодня вот этой сукой... Ну, да, сейчас, сейчас, все. Нет, я подумала, что он мне отвратительный. Не, ну, ты его любишь, Наташа, ну, видишь. Наверное, да? Угу. Ну, правда, подумай. Ну, я имею в виду наше кричение. Спасибо. Да не разошло ты что. Ну, что? Ладно, я пойду, да? Может быть, остановишься? Выпьем, помни, как-то... Тоскливый. Не, ну, правда, Наташа, ну, нереально бежать нужно. Ну, все, давай. Давай, я пойду, да? Угу. Ну, давай. Пока. Все, давай. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ловко придумано. Вот я сейчас должен сомневаться, сотрудник он или брат мой. Блин, вот кто ты? Режиссер. Так и есть. Брат мой. Что ты здесь делаешь, брат мой? Они украли кино. У тебя. У народа. Послушай, там в коридоре укравший у народа твоего. И он полную тумбочку статуи имеет, а ты одну статую имеешь. Ничего уже не хочу для себя. Ничего уже не хочу для себя. Зачем для себя? От народа пришел я к тебе. Люди послали меня. Сказали, пусть вернет нам кино, а себе полную тумбочку статую. Идем. Идем. Привенчина, брат мой. Привенчина, брат мой. Че, а есть Оскары? Вот че, психи, с ума сошли? А ну-ка быстро, по кроваткам. Где мой приспал? Да, давай, давай. Козлы. Шорох услышу, вернусь, понял? Оскары где? Что? Ты кого, сучара, кинуть хотел? Ты сучок. Ты спекся. Ну что, кто спекся? Где мой приз? Чего? Ты на них работаешь, на них говори. Ты вообще что-то соображаешь. Если ты ножку поднял, кишки свои хавать будешь? Значит так, считаю до трех. Или говоришь, на кого работаешь. Или я тебя сейчас режу. Раз. Оскар, говори, где сучара? Режь меня, сучок. Я все равно тебя достану. Ко мне потонешь. Ай, сучонок. Ай, падла. Прошу. Коля. Коля. Что случилось? Коля, что с тобой? Коля, что ты делаешь? А ты ничего не чувствуешь. Что чувствую? Запах. Не чувствуешь, как воняет? Понюхай, понюхай. Чем воняет? Ну что, ты издеваешься, что ли? Чем воняет? Карболкой. Болицей. Формалином. Карболкой? Так, наверное, от тебя. Кстати, а почему ты так одет? Коля, не надо. Я тебе все объясню. О, здорово. А ты что здесь делаешь? Привет. Вы что, офигели? Вадим довез меня до дома и... Решил помыться. Представляешь, выходим из машины, и тут птичка раз, и прям на голову. Ты знаешь, такое ощущение, сука, клея нажралась. Еле отмыл. Нет, реально, я уже думал, там придется кружочек выстригать. Да пошли вы с вашими шуточками. У меня чуть инфаркт не случился. Ну, я на самом деле-то за курткой приехал. Тебе она еще нужна? Какой курткой? Ну, в которой ты на вокзале исполнял. Я на вокзале? Погоди. Разве на вокзал я ездил? Привет. А кто я, что ли? Да погоди. Чего вы меня путаете-то? Ну, на вокзале мы снимали. Вадим. Наташа, опять шутки, что ли, ваши? Слушай, ребят, перестаньте. Герой ездил на вокзал в твоей куртке. Тебе что, не вернули, что ли? Не, а машину мне тоже киногерой разбил. Отлично. Ты скажи тогда, какой, да, чтобы я знал, с кого деньги-то снять. Там, Бэтмен, Терминатор, я не знаю, Человек-паук. Машину? Да, там же с машиной что-то случилось. Так это что, твоя, что ли? Слушай, ты не волнуйся. Мы спонсору скажем, он тебе там сделает, компенсирует все. Да ладно, Колян, ты что, не парься, старик. Ты чего? Я в другой раз заеду, все решим, договоримся. Свои люди. Ну что, Наташа, я пойду. Спасибо. Ну все, Колян, ты ложись, ты отдыхай, это у тебя нервы сдают уже. Ты вообще в порядке? Ну все, ребят, спокойной ночи. Так, ты что сейчас сделал? В смысле? Ты ничего не видела, дорогая? Оль, перестань. То есть ты сейчас не подмигивал моей жене, а ты не видела, как он тебе подмигнул? Колян, ты что гонишь? Да я моргать не умею. Я гоню. Перестаньте надо мной издеваться. Вы что, ну служба службой, но я же вам лично ничего плохого не сделал. Ну перестаньте, но я же могу не выдержать. Вы что, не видите, что мне плохо? Я понимаю, я вам никто, но вы же не фашисты. Дайте мне отдохнуть. Ольга, я прошу тебя, успокойся, пожалуйста. Колян, ты что нас паришь? Вадим, уйди. Слушайте, ну у вас же есть офис, там какой-то лаборатория. Это моя квартира, отдайте мне, оставьте меня в покое. Ну я сейчас прошу, ну вот прямо сейчас, ну уйдите, пожалуйста. Ну мне больно, понимаете? Коля, ты меня слышишь? Коля, все хорошо. Коля, давай не будем сейчас сидеть, да? Коля, давай. Все хорошо, Коля, ты проходит. Ты слышишь, Коля? Коля, Коля! Коля! Открой дверь, Коля! Коля! Ты слышишь меня? Коля! Коля! Коля, ты расступишься. Коля, пожалуйста, успокойся. Надень куртку, пожалуйста. Коля! Так, Наташа. Валя! 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 Не вижу восторга. Понимаешь? У меня просто возникло такое чувство, будто я уже все снял. Что хотел. Все снял. И снимать не надо. Ну, это ты брось из классики. Рефлексию. Та идея все уже, понимаешь, не работает. Не цепляет. Остались какие-то одни обрывки. А думаешь, легко узнать, что ты это... Да ладно. Делов-то. Придумай другую тему. Ты че, не режиссер? Придумай другую тему. В мире, где каждый человек находится под наблюдением, привязан к телевизору и кредитам, индивидуальность полностью стирается. Чтобы сохранить свою уникальность, приходится бороться, исследовать соотношение границ и бесконечности. Надо двигаться на полшага впереди времени, вслед за собакой завтрашнего дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Герой понимает, что оказался внутри сценария. Он не хочет быть вымыслом автора, отбросом каким-то, но дороги. Короче, все предусмотрено сценарием, и все действие в нем. Герой там. А мы? Мы тоже в кино? Слушайте, а нельзя что-нибудь попроще снять? Ну, что-нибудь скажем про богатых, что-нибудь скажем с хэппи-эндом? Я хочу в красотку. Как Джулия Робертс вышла замуж за миллиардера. Где-то тут ловушка. Стремясь к абсолютной свободе, теряется связь с нормальной жизнью. Просто понятно? В каждом фильме есть оператор, так что мое, это по ту сторону кино. Ой, блядь. Я не в этом смысле. Кино моделирует реальность. Создает свои собственные законы. Ему надо разрушить навязанное поведение. Все эти рамки. Вопрос в том, может ли герой действовать самостоятельно, поступать не так, как это могло быть написано в сценарии. Это как в той опере. Во всяком случае, больница для этого не подходит. Точно. Нельзя влюбиться в прирост промышленного производства. Коля, это гениально. Нежным, нежным, доверчивым цветом, Раскрашу я небо, озер твоих глаз. Можно безбрежным окажется лето. Я так хочу, чтобы лето не кончалось для нас. Ты моя малышка, а я твой торопышка. А ты моя глупышка. Я теперь твой олимпийский мишка. Старом, старом, запущенном парке, Где тихо листва Полием кружит Играет тебе Тρίг МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...